Отличить кокошник от очилия. Что такое сюдор и тасма? Это и многое другое сможет узнать молодёжь Ненецкого округа уже в сентябре этого года. Как совместить этнические традиции с современной модой, знает Любовь Пермякова. Подробности далее. В последнее время молодое поколение всё больше внимания уделяет этномоде. Набирает популярность не только одежда с национальными элементами, но и различные атрибуты костюмов. К примеру, всё больше невест обращаются к своим историческим корням и выходят замуж, украшая свою голову венцами. Это украшение из моей, скажем, семейной коллекции. Это не древнее украшение, это, конечно, молодое, так скажем, его сделали мне на заказ. Такие венцы раньше одевали славянские девушки на свадьбу, ведь они обязательно должны были быть с рясами. И чем богаче головной убор, тем статуснее невеста. Венец невесты, очелья из бересты и другие головные уборы народов, которые проживают на территории Ненецкого округа. Собственными руками сделать подобные украшения сможет молодёжь региона благодаря проекту Любови Пермяковой. Что он будет себе представлять? Более 20 молодых людей со всего округа будут участвовать в мастер-классах, лекциях, будут познавать национальный костюм. Им расскажут о секретах национальных костюмах. И в завершение этой школы ребята смогут показать, продемонстрировать свои наряды на фестивале «Тундра Вик». Один из самых известных проектов Любови – Арктический бал, где молодёжь учится аристократическим манерам, правильному выбору одежды и светскому поведению. Любовь Пермякова уделяет большое внимание сохранению славянских традиций. Именно поэтому этномода стала той сферой, которая её заинтересовала. И не только её. Например, имидж-эксперт из Волгограда Анна Белоусова. Она уже принимала участие в Арктическом бале в качестве наставника. И вот в новом проекте Любови Пермяковой станет одним из преподавателей. Современные дизайнеры, художники всегда черпают вдохновение в исторических костюмах. Особенно для того, чтобы сохранить традиции народов, малых народов. И это всегда колоритно, вкусно и отражает, скажем так, души народа. Принять участие в школе и театре этнической моды смогут молодые люди от 18 до 25 лет. С сентября по декабрь девушки и юноши научатся создавать собственные костюмы. А их выпускным станет фестиваль этномода «Тундра Вик», на котором начинающие дизайнеры продемонстрируют собственные наряды. И может, кто-нибудь из них в будущем станет иконой этномоды. Как никогда есть потребность именно воплощать наши этнические моменты в современной моде. И это здорово, когда мы поддерживаем не просто своего производителя, мы поддерживаем корни и транслируем принадлежность к своей родине. Создание театра этномода «Тундра Вик» стало возможным благодаря поддержке Департамента внутренней политики. В этом году грант на реализацию проектов по развитию межнациональных отношений выиграли 9 окружных некоммерческих организаций. В общей сложности между победителями распределили 2 миллиона рублей. Максимальная сумма гранта, на которую могла рассчитывать одна организация – 400 тысяч рублей. У нас получают гранты 9 некоммерческих организаций, которые будут у нас работать в рамках межнационального и межконфессионального согласия, в рамках культуры, языка. У нас в этом году год культурного наследия, и в этом отношении мы тоже очень большое внимание этому уделяем. Победители должны реализовать свои проекты с 11 апреля по 31 декабря 2022 года.